Панар ВБЛ История маленького брониавтомобиля восходит к середине 70-х годов прошлого века, когда французские военные решили заменить свои джипы Готчкинс М201, использовавшиеся в разведывательных частях, на новую легкую бронированную машину. Автомобиль должен был обладать высокой мобильностью и преодолевать вплавь водные преграды. В 1977-1978 годах прошел конкурс на лучшую модель, в рамках которого свои проекты представили пять фирм. Двум из них, Рено и Панар, выдали дополнительное финансирование на развитие своего проекта. Стоит отметить, что Рено и Панар пошли совершенно разными путями. Их брониавтомобили радикально отличались друг от друга по компоновке. Общей была лишь колесная формула 4х4. У Рено модель получила название Сэд Эмс, у Панар М11. На испытания обе боевые разведывательные машины вышли в 1982 году. Довольно быстро стало понятно, что ВБЛ М11 военным импонирует больше. В окончательном решении некоторую роль сыграла и традиционная ориентированность фирмы Панар на экспортные заказы. Однако случилось непредвиденное. В 1984-м французская армия на какое-то время почему-то охладела к программе ВБЛ. Даже была велика возможность ее свертывания. Но в Панар не растерялись и в это же время подготовили серийное производство своей машины, получив заказ на 40 брониавтомобилей от Мексики. Параллельно с продвижением М11 на мексиканском рынке Панар пыталась продать свой передовой товар в соседних США, но американцы отказались, решив пропихивать войска свой Хамви. И вот к концу 80-х французское командование осознало, что войскам срочно необходимы легкие защищенные бронеавтомобили. Поэтому серийное производство ВБЛ М11 для армии Франции началось в 1989 году. Бронеавтомобиль Панар М11 имеет корпус, изготовленный из стальных листов высокой прочности. В больших окнах установлены бронестекла, обеспечивающие уровень защиты, эквивалентный уровню защиты корпуса. Бронирование обеспечивает защиту от обычных пуль калибра 7,62 мм и осколков снарядов. Водитель располагается слева, командир справа. Третий член экипажа размещается за командиром и водителем, по центру машины. Для него предусмотрена третья дверь в кормовой части машины. В ВБЛ используется дизель Peugeot с турбонадувом. Четырехскоростная автоматическая коробка передач. На колеса установлены шины с системой централизованной подкачки. На подготовку к форсированию водной преграды бронеавтомобилю ВБЛ требуется всего 2 минуты. Движение по воде осуществляется с помощью грибного винта. В разведывательном варианте бронеавтомобиль вооружен пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм, установленным на открытой кольцевой турели. Также есть вариант для носителя под ПТУР Милан, бойкомплект которого состоит из шести ракет. В 1986 году был показан бронеавтомобиль ВБЛ в варианте машины целеуказания. Над крышей смонтирована антенна с итальянской РЛС. Всего же фирма Панар предлагает заказчикам более 20 различных вариантов данного бронеавтомобиля. В зависимости от модификации ВБЛ весит около 3,5 тонн. Благодаря одногребному винту скорость на воде может достигать 5,5 км в час. Скорость по шоссе – 100 км в час. Франция периодически модернизирует свое детище. Например, в 2015-м на машину поставили более мощный двигатель, тормоза с антиблокировочной системой, шины большего диаметра и усилили переднюю подвеску. Однако бронирование остается все то же. За время своей службы бронеавтомобилям Панар довелось участвовать в целом ряде военных конфликтов. Так, около 100 ВБЛ в составе французского контингента войск ООН применялись в операции на территории бывшей Югославии. Часть Панара французского контингента была захвачена армией Республики Сербской в ответ на бомбардировки НАТО и ее позиций и складов. Позже ВБЛ использовались армии Франции в Кадавуаре, Мали, в Центральной Африканской Республике и в Афганистане. Отметим, что в 2013 году машиной заинтересовались российские ведомства, а ее производство даже предполагалось организовать в России, однако в 2014 году проект свернули. На данный момент бронеавтомобиль ВБЛ находится на вооружении 17 стран, большая часть из которых сосредоточена в Африке. На этом пока все. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вам в наших следующих выпусках. Продолжение следует...